Доброй ночи, друзья мои. Не так часто у нас бывают в студии спортсмены, но сегодня у нас, в общем-то, легендарный человек, человек, которого вы все знаете. Это экс-игрок Динамо, это участник чемпионата мира, это Владислав Ващук, с которым мы сегодня будем говорить о футболе и о других интересных вещах. Динамо Ващук Динамо Ващук Добрый вечер. Добрый вечер. Динамо Ващук 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 Если это спирт, это сколько там видов. То есть, на самом деле, если захотеть, то можно во всем начать разбираться. Это безусловно. Знаете, как один материч говорит, для человека с интеллектом нет ничего невозможного. А куда включились вы? Я включился, ну, так плавно получилось, что в момент, когда я играл, ко мне подошел тренер, там, где занимался мой сын, и говорит, вот у нас спонсор ушел, мы хотели бы сделать турнир. Давай назовем твоим именем. Ну, я говорю, давай назовем моим именем. Как-то мне необычно было, я говорю, в принципе, называют. Человек и пароход Владислава Щука. Ну, говорю, давай, давай попробуем. Ну, первый, я перенервничал первый турнир, потому что я, грубо говоря, мокрый. Ну, дети играют, а турнир-то моего имени, я переживал, как организовано. Ну, и плавно так уже образовался турнир Кубок Ващука, и сегодня все детки и тренера созванивают, когда будет этот турнир. Я пошел по принципу того, что мы помогаем детям больным, мы помогаем одиноким. Ну, а я помогаю детям, которые хотят вот радости, да, они хотят подарка, они заслуживают подарка, но они этих подарков должны добиться, достичь. Поэтому я, грубо говоря, пошел по принципу сделать турнир, много подарков. Я даже ориентирован на то, что, например, мои друзья организовывают какие-то подарки. Я говорю, вы мне не давайте, вы можете прийти и у меня на турнире вручить этот подарок любому ребенку, которого, ну, я заставляю их прийти, посмотреть, и, грубо говоря, они отдадут подарок тому мальчику, который заслуживает их подарок. Владислав, а вот что сейчас вообще с детским спортом, с детским футболом? Потому что, ну, когда-то все было понятно, была селекция, да, там были спортивные школы, лучших детей отбирали и так далее. Сегодня спортивных школ как таковых особенных нет, и даже вообще их просто нет. И это одно, и второе, год уже идет война, и очень много, я знаю, что детдомы пополнились новыми детьми, что, конечно, ужасно. И понятно, что идет вот это вот перемещение, да, там срываются семьи, уезжают, еще что-то. Ну, то есть целый большой регион, огромный, он мигрирует постоянно, мигрируют дети. Вот как вы сейчас там для вот этих маленьких команд, ну, в смысле, юных, да, футболистов, отбираете детей? Где вы их находите? Где они проходят селекцию? Вообще, как это все происходит? Дело в том, что у меня нету детской школы своей. Я, мне как-то задали вопрос, если у вас плохое настроение, что вы делаете? Я говорю, иду тренирую детей. Ну, просто иду, потому что они... А куда вы идете? Ну, есть школа Арсенал, там, где мой ребенок занимается, и, грубо говоря, этим годом занимаюсь. Ну, детьми сложно заниматься, потому что дети разные. Они хотят слушают, хотят не слушают. Ну, как правило, надо каждому ребенку развернуть ногу, ну, надо отдать, так сказать, часть себя на тренировки. Поэтому тренер, он должен быть как психологом, так и человеком, который может научить чему-то. Вот. Я пошел... Ну, правильно вы сказали о том, что у нас нет школ. У нас есть школы, да, грубо говоря, Шахтер, Динамо. Ну, при футбольных клубах. Грубо говоря, и все. Тем не менее, дети растут, дети куда-то хотят, дети хотят играть. На сегодняшний день война, и нету такой возможности, даже у старших, у взрослых. А детей все больше и больше в Киеве. На сегодняшний день есть проблема в Киеве одна. Это то, что нет полей. Полей нету. Мы поставим 10 полей в Киеве, их нету. Нету территории, на которые можно поставить в городе. Потому что по логистике можно поставить за городом, но кто будет ездить? Как правило, дети, звезды рождаются из бедных семей. И там, где сложнее всего, они начинают, грубо говоря, рыть землю под собой. И им надо дать эту возможность. У нас возможность, ну, за городом. За город малоимущие семьи не могут себе позволить. Тем более, в момент тогда, когда они учатся. Ну, видите, как вы все хорошо понимаете. Возможно, вам нужно просто проявлять такую общественную инициативу, может быть, делать какую-то общественную организацию, которая занялась бы просто... Я сделал свой фонд, фонд Вощука. Я уже, грубо говоря, разработал проект. Проект Академии футбола. Идите к Личку. Идите к Личку. Я хочу сделать... Я пошел по принципу того, что Академия футбола с детской реабилитацией. Потому что реабилитация, она нам нужна и детям. То есть я столкнулся с той проблемой, что у меня, например, у ребенка. То, что у нас на сегодняшний день дети тренируются. С трех мне задают вопрос. Во сколько можно отдать ребенка? Два с половиной. Три. Семь. Пять. Ребенка можно отдавать только тому тренеру, который действительно научен. И, грубо говоря, это должна быть система. Просто так отдавать это... Вы делаете вид, что вы вроде отдали. Дайте ему айпад в руки, и он Лич бы вас не тревожил. Ну, по такому принципу. А я... Я хочу вам нескромный вопрос задать. Все-таки, как известно, звездная команда – это большие деньги. Как вы живете без этих больших денег? Все-таки, насколько я понимаю, вы бизнесом сейчас не занимаетесь. Я даже, более того, я закрыл свой ресторан, ну, тот, что открывала бывшая жена, и как бы жду. Хочу просто отдать его в аренду. Ну, не мое это дело, там, ресторан. А хочу вот... В управление кому-то хотите отдать? В управление, да. Я просто именно столкнулся с тем вопросом, что, вот, например, в футболе, да, Академию футбола сделаю свою, ну, то, что вы сказали, да, без больших денег. Да, я без больших денег приспособился к тому, чтобы без больших денег жить. Но, если ты хочешь, ты этого добьешься. Это и есть возможность в этом. Надо просто посмотреть шире. Мы, как правило, смотрим только вперед, не смотрим по сторонам, а, как правило, все золото и билет. Двое или трое? Двое. Двое. И же тоже надо содержать как-то. Да, да. Как правило, бриллианты находятся рядышком. Поэтому надо смотреть то, что рядом с вами. Ну, вы просто удивительно в этом смысле позитивный человек. И, знаете, с футболистами бессмысленно говорить о том, о нравах внутри команды. Ну, потому что они, точно так же, как бесполезно говорить с артистами о нравах внутри театра, они никогда не расскажут, потому что они являются частью этой темы. Вот я хочу вас спросить, большой спорт, ведь так случилось, что вообще планета помешана на футболе, да, это один из самых любимых видов спорта, а у нас, значит, такой объединительный фактор, даже в каком-то смысле, когда я шутила, что у нас футбол национальная идея. И мне всегда, когда я говорю, что большой спорт аморален, ну, все на меня обижаются, говорят, что я в этом ничего не понимаю и так далее, и так далее. А вот смотрите, я в каком смысле аморален? Не в смысле там нравственно-этическом, а в смысле он человек высасывает все. Люди становятся инвалидами. Да, как правило. Их просто используют и выбрасывают, а там они смогут, если у них есть какой-то внутренний позитив и силы, они приспособятся, не смогут, сопьются или там еще что-то с ними случится. Вот сама идея большого спорта, то есть физкультура, это супер, это класс, все должны быть красивыми, мускулистыми, здоровыми, а вот эта идея работы, машины на износ для потехи толпы, для рекламодателя, для больших денег, для фармакологических компаний и так далее. Вот вы сами как к этому относитесь? Я как? Спорт, он и объединяет, а другое дело систематизирует тебя. Другое дело, если ты видишь себя в спорте, то ты отдаешься по целикому и полностью. Правильно вы заметили, что, например, спорт высасывает из нас. Мы, надо найти время, когда выйти из спорта и уйти, да, не стал инвалидом. Некоторые говорят, легкие деньги. Как правило, те люди, которые зарабатывают миллионы, и это если мы посмотрим по всему миру, те же баскетболисты, как правило, люди не приспособлены к бизнесу и начинают вкладывать везде. Более 50% своих денег они теряют. Ну, это от того, что появляются какие-то предприимчивые люди, друзья и все остальные, начинают жить на ваши деньги. И это сплошь и рядом. Это как и в Америке, так и у нас. А с вами было такое? Тоже было, да. То же самое было. Отдавали деньги предприимчивым друзьям? Ну, вот кумовья, это как бы больше родственник. Так же самое у меня получилось. То же самое получилось с моими деньгами, которые... А ваши кумовья известные какие-то люди? Нет. Нет, неизвестные. Вот. И, как правило, кто покупает? У футболиста нет возможности купить машину. Он кого-то доверяет. У футболиста нет вложить деньги куда-то. Он кому-то доверяет. Как правило, сегодня уже появляются агенты. Агенты тоже разные бывают. Бывает агент, великолепно к тебе относится. Бывает вообще, то есть, хочет тебя раздеть. Вот от этого все исходит. Бывают друзья такие разные. Ты вроде его знаешь всю жизнь, но деньги меняют людей. А скажите, а многие ли люди из вашего окружения, когда вы были активным игроком, когда вы играли, когда мы аплодировали стадион, многие ли люди потеряли к вам интерес, когда вы покинули большой футбол? Вот из ваших близких друзей, из вашего окружения. Когда телефон, телефон же меньше стал звонить, скажите мне. Нет, я не скажу. Нет? Я не скажу. Я думаю, что многие как бы в ожидании, что я сделаю. То есть, у меня ощущение, что вот что-то это. Я делаю вид, что, конечно, ничего не происходит на самом деле. Ну, я так же и улыбаюсь. Ну, на самом деле, я хочу создать тот фундамент, который потом сложно будет разрушить. Для чего академия? Академия мне не нужна, я ее не заберу в карман. Я хочу ее создать такую, чтобы она осталась навсегда. И чтобы она сама себя окупала. То есть, не по принципу, как у нас сегодня живет футбол. Дали денег, мы работаем. Не дали денег, мы не работаем. Как даже европейцы приезжают, например, тренера работают. Они говорят, как вы здесь работаете? У вас же болельщиков нет на стадионе. То есть, болельщик это тот, который потенциальный человек, который будет вкладывать в клуб. Он покупает атрибутику. А почему нет болельщиков на стадионе? Смотрите, ведь я, судя по социальным сетям или каким-то разговорам, каждый второй, а то и каждый первый мужчина в этой стране болеет. Они что, предпочитают дома у телевизора болеть? Ну, в том-то и суть. Что сегодня даже Олимпийский стадион, он вмещает достаточно много болельщиков, людей. Но он на половину, на какие-то серьезные матчи, на половину забил. Все болеют, все болеют, но болеют дома. Потому что так, может, дорого. Но у нас не работают сами клубы, не работают с болельщиком. Надо работать с ними. А на этот момент, ну, придут, придут, хорошо. Там один-два нормально, половина пришла замечательно. Эта проблема везде возникает. Мы смотрим Германию, у них полные стадионы. А чего мы, что, хуже? Это понятно, да. А вот нравы внутри команды. Некоторые там бывшие футболисты или жены футболистов мне рассказывают о том, что, да, ну, все это, вот, знаете, литература, там, рассказы про жесткий режим, про это, то, дескать, и пьют внутри команды, и жесткая конкуренция, когда, там, друг друга подставляют, когда ради хорошего взаимоотношения с тренером, там, друга по команде могут, там, локтем, фигурально говоря, но не в прямом смысле, а так подставить ножку и так далее. Вообще, а спорт, это чем-то похоже, большой спорт за кулисами, в раздевалке, за закрытыми дверями? Похоже на театральные коллективы, там, где все тоже обнимаются на людях, а там, в стакан могут, там, знаете, слабительное перед спектаклем бросить или еще что-нибудь? Нет, я такого не знаю. На самом деле, как бы, есть команда. Ну, это я так, в каждой шутке есть доля правды. Жены, ну, жены, это уже их общение. Кто-то кому-то подходит, кто-то кому-то не подходит, общается, не общается. Как правило, у молодых парней появляются девушки, девушки хотят, общаются между собой, не общаются кто-то. Ну, это уже личное. А что касается команды, то команда это как семья. И, грубо говоря, вы каждый день, вы больше проводите время между собой, чем, например, в семье. То есть никакой жесткой конкуренции, как в актерских трупах, нет? Нет, ну как, она есть. Вы выходите на поле, вы работаете, идет подкат, жесткий подкат. Если ты понимаешь, что в одиннадцать не попадаешь, ты же злись. Но есть такой момент, как молодежи, они не могут перебороть, заставить себя. Вот они в уныние падают, вот не получают, я ничего не составил, и все. То есть я не составил, и все, решил, мир, все, перевернулся, карьера закончилась. Нет, надо бороться, заставлять себя. От того, что ты настырный, я много раз был как в составе, так и вне составе. Ну, при определенных тренерах. Саба, например, меня не любил, я все время был в запасе. Все время был в запасе. Он даже мне не разрешал играть за Динамо 2, за дубль. И там только меня сборная спасала. Иначе я бы то же самое закончил бы в футболе. И таких много ребят. Только характер, характер. О чем я и говорю, надо рыть землю под собой, выживать сильнейше. А вот футболисты и секс. Ну, по полгода. Вечерняя программа. Ну, опять же, опять же, говорят, что все-таки такой активный режим тренировок, это же такая сублимация, которая человека просто все выкачивает. А для, как известно, не только для секса, а вообще для отношений с людьми нужна энергия. Чтобы там хотелось романов, хотелось флиртовать и так далее. Но по полгода, по три месяца, по два месяца без семьи. Не, ну это вы чересчур. Это вы из другой области. Ну, как это? Ну, самое максимальное, это когда вы на сборы поехали. Там это две недели. Две недели максимум. Ну, почему же дети рождаются в одно время практически? Потому что приехали, сделали победные шествия, и все, и нормально. И у всех практически в одно время там. Ну, как бы, на самом деле, правильно сказать, энергия, да? Энергия – это энергия общения. Там вы общаетесь, например, адреналин, победы. Почему после, извините, переключусь, да, мы привыкли. Адреналин нам нужен. Вот я пытаюсь, как бы, то, что в футболе было, победы, адреналин, получаем удовольствие, то в повседневную жизнь. То есть сделка, какой-то момент, который ты решил и получил удовольствие. Вот этот момент переложить на повседневную жизнь. Я почему спрашивала, Владислав, знаете, вот внешняя же опять сторона, то, что... То, что вы говорили, за сексуальную энергию. Да, 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 вот об этом как раз... Я имею в виду, что вот я просто отвлекся, а тут уже общение мужчин и женщин, тут совсем другое. То есть вы оставляете то, что было там, уставшие, и все. Вы один на один, вы общаетесь совсем по-другому. Вы смотрите совсем по-другому. Особенно, когда дотраиваетесь друг другу. Вы же не подкатываетесь друг за другом. Вы не подставляете, есть какие-то проблемы там. Но вы здесь уже... Ну, знаете, как говорят, что большие деньги и большие возможности... Женщина, это же не секрет ни для кого. Женщины любят богатых мужчин и их возможности. Говорят, что это рождает такое, знаете, ощущение ложное, что, в принципе, любая женщина может быть твоя. И, дескать, что в этой среде, когда особенно речь идет о топ-спорте, да, и о топ-футболе, очень много там измен, очень много новых романов, очень много разводов. Насколько это соответствует действительности? Очень много не может быть, потому что времени не хватает, на самом деле. Но такая тенденция очень явная есть. Есть тенденция того, что ребята не могут пока подыскать себе пару. Когда находит пару, то возникают еще какие-то вопросы. Может, уже она не подходит, может, еще какой-то момент. Может, у них какое-то между собой отношение. Она не привыкла, что он все время отсутствует. Иногда жены привыкают к тому, что он отсутствует. Потом он, когда заканчивает карьеру, приходит, тебя слишком много, и ты уже как красная тряпка для быка. И ты уже, ну что ты так много дома уже? Вроде как, должно быть нормально, ты дома, и все нормально. Ну да, это женщина привыкает к определенному ритму. А тут как бы привыкли к тому, чем дольше тебя нету, тем сильнее люблю. Вот этот принцип. Отсутствие любой больше на расстоянии. Пришел, тебе там день-два, и ты все, уже давай уже куда-то уезжай. Вот футбол и деньги, а все игроки мечтают попасть в богатую команду, в команду, где больше платят, быть проданными в большую команду. Как вообще вот... Мечтают вначале. Потом, когда они попадают, они понимают, что надо работать, и надо показывать свой класс, уровень. И, как правило, на самом деле, когда они попадают, они довольствуются тем, что они уже за деньги не думают, им надо уже чего-то достичь. Сколько в трансфере зависит от футболиста? Или просто вы являетесь человеком, который принадлежит хозяину клуба, и он может вас продать, куда он посчитает нужным, вот только бизнес, ничего личного? На самом деле, на сегодняшний день... Или все от контракта зависит? На сегодняшний день все зависит от агента, и агент, как общается с президентом. И, естественно, а потом уже, какой уровень ты представляешь собой. То есть, на самом деле, бывают такие моменты, когда переплачиваются деньги. Потому что это уже личное между агентом и президентом. А что касается игрока, ну, конечно, там, игрок, купленный за 10 миллионов, он там должен... Ты смотришь, ну, как бы, игрок, который стоит 2 миллиона, он... И что-то о нем говорят 10 миллионов. Вот так и поднимаются ставки. Ну, как все в бизнесе. А какую сумму там вилка получает, например, сам игрок, если его продают? Ну, вот, его продают, например, за 10 миллионов, да, от сделки. Ну, как правило, в контракте прописываются... Я понимаю, ну, какая практика? 10%? Какая практика? 10% обычная практика, да? Ну, то есть, фактически, а в состальной клубы уходит? Ну, не всегда получают. 10%? Ну, не всегда получают. Бывает... Почему? Почему? Потому что в Европе, наверное, получают, а у нас это не всегда получают. Ну, вот сейчас, сейчас, сейчас. И так проходит годик, проходит два... А, заигрывают? Да, 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 да. А любил Григорий Михайлович заиграть должок? Заиграть? Ну, вы же были в Динамо, насколько я понимаю. Да. Ну, как таково... Вы же говорите, что такая практика бывает, поэтому я спрашиваю, любил ли он заиграть должок? Нет, я просто наслышан, потому что я, как бы, работал и спортивным директором в Арсенале, поэтому я наслышан об этом. И, естественно, и из других источников. Вот, а заиграть в плане чего? Не выплатить? Да, это такое жаргонное слово. Ну, не знаю, если честно, со мной такого не было, но не знаю, не готов сказать. Скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые владеют командами, так называемой олигархи, да, или не так называемые, настоящие олигархи, это вообще прибыточная штука или игрушка? Как правило, на сегодняшний день это неприбыльное дело. То, что когда команды выращивают игроков и продают, это прибыльное дело. Когда народ приходит на все матчи, да, полностью, это прибыльное дело. Тут же появляются спонсоры прибыльные. У нас идет по принципу, спонсор появился, уже прибыль. Так не бывает. Этот год был такой, я просто тороплюсь, потому что хочу вам еще несколько вопросов успеть задать. Это не очень счастливый для «Динамо». Ну, то есть, ну, как бы, погибли ребята, погиб Гусин, умер Белькевич, по-моему. Ну, то есть, такой, ну, какой-то невеселый этот год был очень. Да, да, да. Вот, вы попали в ДТП, я знаю. Вот это вообще такой, ну, как, вы считаете, что это все случайность? Или, может, это какой-то знак для команды, что надо как-то какой-то другой этап начинать? Это то, что происходит в жизни, а на самом деле сложно сказать. Каждый момент это в отдельности, и разбираешь его, и смотришь, очень тяжело. На самом деле, когда мы все время были на «Динамо», на кладбище, я просто сделал такой, ну, как бы, вывод. Три горстки земли, и все, ты не можешь запихнуть то богатство, которое ты вроде бы... Надо жить сегодня. Надо жить сегодня, и надо смотреть, кто рядом с тобой, и предоставлять дети тебе. И надо думать об этом, и надо радоваться то, что они, они радуют нас. И радоваться тем событиям, которые происходят. Не забывать за это. За детей мы забыли. Мы сегодня думаем о чем-то большом, война там, о чем-то большом. На самом деле, когда стрельба была, дети, родители звонили тренеру, говорят, а можно, ну, никто же школы не водил, никто не работал. Говорят, а можно тренировку? Ну, потому что они же дома, они же не понимают этого. Вы говорите удивительную вещь, потому что я удивилась, у меня вот как раз когда Ира Дюйгина была, она мне тоже самое рассказ было. Они хотят, ну, им надо какую-то, куда-то энергию это направить. Поэтому проводили тренировку, и все родители смотрели, сидели. Ну, это, кстати, это очень классно, потому что означает, что вы чем-то настоящим занимаетесь, нужным для людей. А почему вот эта практика, приглашение тренеров оттуда обязательно? Неужели у нас нет талантливых людей, которые сами могли бы тренировать команду? У нас есть талантливые люди, на самом деле их надо выращивать. Молодежь, верить молодежь. У нас сегодня приспособились. Многие тренера приспособлены, да. То есть раньше в союзное время они научились, вот так вот учим. Потом приспособились к тому, что можно и от родителей, зарплата невысокая, от родителей брать на машинах уже ездить. И потом уже, как бы, вроде бы, надо уже свою школу учить, но мы же уже с именем. Ну, все равно привычка есть привычка. То есть традиции выращивания тренерского состава, не только игроков, но и тренерского состава, нужно создавать. Вот именно тренерский состав на сегодняшний день, надо выращивать уже и их учить, обучать. И последний вопрос, перед тем, как вы сможете мне задать или не задать вопрос. Вот когда вы женитесь? Потому что, вот я основею на вас. Вот видите. Красивый мужчина, разумный, удивительный, очень не глупый. Ну, то есть просто, ну, завидный для, так сказать, завидный совершенно персонаж. И огромное количество ходит по этому городу красивых, красивых, несчастных, незамужних женщин. А почему они несчастные? Они несчастные, когда они не подумают. А потому что женщина, когда она одна, она не может быть счастливой. Так природу строит женщину. Меньше ей думать надо об этом. Она не одна. Надо посмотреть шире. Я же говорю, шире посмотрите. Особенно мы забываем за своих близких. Но вы хотите новой любви? Ну, конечно, кто не хочет. Но для этого я хочу создать свой фундамент. Задавайте мне вопрос, если хотите. Тяжело работать на телевидении? Тяжело, наверное, когда ты просто работаешь. Я это настолько люблю все. Вообще, это журналистика, занимаясь всю жизнь, что я вообще себя просто не могу. Я могла бы не работать вообще. Ну, то есть, как бы, жизненные обстоятельства мне, по-моему, это, так сказать, разрешают. Удовольствие. Да, да, колоссальное. Наверное, так же, как и вам, тренировать ваших малышей. Я хочу сделать академию именно в удовольствии. Я не хочу быть там главным тренером. Я хочу, что это мое детище и все. Потому что, если это будет работа, то совсем другое отношение. Я вас совершенно убеждена, что у такого человека, как вы, это получится. С нами сегодня был Владислав Ващук. И знаете, вот эти вот сказки и легенды народа мира о том, что все футболисты страшно тупые, они все примитивные, они только там... Конечно, это ерунда. Конечно, это ерунда, это знают болельщики, это знают люди, которые с ними близко общаются. И Владислав Ващук... Перед интервью я читал книгу. Вот, видите, даже с чувством юмора у него все в порядке. Спасибо большое, Владислав. Огромное спасибо. Еще бы у вас приглашать. Спасибо. Спасибо.